здравствуйте меня зовут анастасия вы смотрите канал своя закваска ну что ж наконец-то я дождалась посылку от агрофирмы виола напомню что заказ я делаю еще к весне этого года но у них был перебой с вегетативным материалом и они обещали отправить посылку с возможным изменением заказа на осень естественно заказ я поменяла потому что все то что мне было на весну мне уже было не нужно и конечно мне сейчас было интересно просто купить маточники то что на весну я заказывала какие-то растения даже в двойном экземпляре потому что уже хотела прям их выращивать в кашпо перед отправкой все-таки у них не оказалось несколько растений на 500 рублей они сделали возврат то есть не все получилось у них отослать но я честно говоря не расстроилась потому что мне и так уже работает пять ящиков с подсветкой и одна полка на стеллаже а эти черенки естественно нужно сейчас будет обработать адаптировать и тоже отправить под подсветку то есть это будет дополнительные затраты по электроэнергии ну смотрим что вы стали какие-то и крупные растения где-то и череночки ну сразу бросается в глаза вот два пропавших черенка сейчас будем смотреть что это ну что я могу сказать где-то года два назад я первый раз заказывала виоле и конечно качество посадочного материала было намного лучше именно что касается вот таких вот маленьких черенков ну вот например blanket violet blue здесь какие-то такие подгнившие листочки все в пересушенном состоянии торф все растение подвявшие потому что торф ну просто вот сухой может быть это и хорошо для отправки не сильно много гнили хотя она тоже есть посмотрите blanket rose ну тут такая же ситуация то есть он пересушенный сильно немножко подвял лист уже вот есть такие вот отпадающие листочки подгнивающие но я думаю вот эти черенки спокойно можно реанимировать так surfinia star burgundy неплохой черенок даже не сильно пересушенный то есть влажность грунта здесь оптимальная для переправки лист крепкий гнили никаких нет питания каскаде с indian summer кто-то ее тут погрыз поел надеюсь можно будет реанимировать пазухи листьев живые есть поэтому возможно все будет нормально питания каскаде с рим черри вот так вот выглядит питания каскаде с парпл джем тоже вроде ничего не понятно кто только грыз у них листочки все обязательно сейчас конечно нужно будет сделать обработку от вредителей и болезней вот оказывается кто ел вот слизни вот в таком плохом состоянии калибрахуа желтая махровая тут вообще все какие-то то ли гнили то ли подмерзла непонятно здесь можно взять попробовать укоренить верхушечку то есть отрезать и поставить на укоренение это я сейчас попробую сделать кайта калибрахуа райсбери вообще такую не заказывала в общем она и не дошла полностью почеренковать ничего калибрахуа хамелеон в таком состоянии просто гниль я так хотела такую калибрахуа хамелеон все не будет у меня ее но вот я оказывается не одно ее заказывала еще одна калибрахуа хамелеон там разные расцветочки были тоже посмотрите что тут с нижними листочками творится то есть срочно сейчас буду снимать эту верхушечку и переукоренять циточку видите как красивый какая-то калибрахуа голд медаль не помню честно говоря что такое заказывала помню что у меня было махровая желтая и хамелеоны возможно это они по своему усмотрению положили на вроде черенок нормально его можно сейчас обработать от болезни и переукоренять петуния оригами white это белая махровая петуния не знаю там есть ли вообще хоть несколько пазух то чтобы пасынки пошли в общем вот так вот выглядит на вроде листик плотный не гнилой корневая не сильно переросшая может этот череночек тоже пойдет в рост ну вот в таком ужасном состоянии черенки бегонии и пиларгонии тут у меня пиларгонии я там не помню ее название но в общем тоже все в гнилях мягко сказать конечно что черенки в ужасном состоянии это белина ванила тут без комментариев друзья и так все видно вот это вот петуния blanket white ну тут есть что спасти будем пытаться какая-то бегония видимо в подарок или что потому что видимо знали что черенки будут не очень хорошего качества вот это бегонию которую я не заказывала таким целым маточником сейчас буду смотреть на сайте что это за бегония такой у нее красивый цветочек жалко что даже название не то есть и она даже не внесена у меня в список вот тут вегетативного материала много все это буду конечно сейчас снимать на черенки убирать всю гниль но тут есть что почеренковать в любом случае я думаю что то здесь получится ну да я проверила нет этих бегоний у меня в списке то есть я за них не платила это видимо так они хотят немножечко загладить свою вину за такие некачественные черенки то есть что это за номер я тоже не знаю каким цветом цветет эта бегония остается загадкой буду сейчас связываться с голой ну благо они на контакт вроде выходят буду спрашивать ну еще один маточник бегония которую я не заказывала то сейчас бутончик посмотрим что это за бегония вроде тоже есть что почеренковать и хорошо когда бегония идет в полусухом состоянии вот когда она перелита это хуже нет здесь чуть-чуть получше грунт просушен так вот он и выглядит неплохо смотрите что интересное здесь есть вот такой вот несовершенный клубенечек который весь весь в почечках то есть куст весь я сейчас срежу попробую здесь что-то начеренковать а вот этот клубенек я пересажу в горшочек также обработаю и думаю что отсюда пойдет новое растение ну что ж друзья конечно я не довольна качеством черенков но честно говоря я была вот к такому готова это был второй мой заказ в иоле и последний то есть сто процентов в этой фирме я больше заказывать черенки не буду заказывать там или нет это конечно уже ваше дело я вам без утайки показала в каком состоянии и первый раз ко мне черенки пришли и показываю в каком состоянии во второй раз пришли ну первый раз конечно было все гораздо гораздо лучше ну Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok